Приветствую вас. Моя коллега Эльвира, в общем-то, хорошо ответила на ваш вопрос. Я думаю, что досконально и подробно. Я хотел бы, наверное, просто, может быть, кое-что добавить к ее ответу. Вот, может быть, что-то более, так сказать, жестко, более откровенно, да, вам пояснить. Первое, что бросается в глаза, это то, что девушке удобно ее заболевание. Удобно ее заболевание, и она не хочет его лечить, точнее, у нее нет мотивации. У нее нет мотивации этого делать. Вот, значит, какая мотивация может быть у человека заниматься собой, да, лечиться? Ну, мотивация, на самом деле, простая. Желание, чтобы окружающие люди, или, лучше сказать, любимые люди, да, были счастливы. Правильно это? Правильно. Почему девушка этого не делает? Потому что знают, что вы примете ее такой. Знают, что, как бы, ну, все хорошо. Знают, что, в общем-то, все в порядке. Что вы не будете, скорее всего, от нее уходить, да. То есть, вы говорите сами, что отношения, выйти из отношений, вы не видите для себя возможным. Ну, о чем это говорит? Это говорит, в первую очередь, именно о том, что она знает, что выйти из отношений не готовы. Она знает, что может делать все, что хочет, в принципе, и вы ей, ну, как бы, ничего не скажете, скорее всего, да. Вот. И все. И вопрос заключается в том, откуда у нее такая уверенность. Почему у нее такая уверенность? Понимаете? Ну и все. А если нет мотивации что-то делать, если нету, как бы, стимула, да, если нет стимула, то о чем тогда говорить? Как бы, зачем ей что-либо менять-то? Понимаете? Для чего менять? Все ее устраивает, в принципе, и так. Без, как бы, переменных. А за переменных нужно платить, за переменных нужно усилия какие-то делать, да, там, какие-то действия предприниматься. Она этого не хочет. Этого не хочет. Там это нет стимула. Это первое. Второе. В принципе, то же, на что вам указала моя коллега Эльвир, указала она вам на то, что вы сверхответственны. У вас очень много личной ответственности за все. То есть вы ответственны за свою девушку, вы ответственны за работу, вы ответственны за учебу и так далее. Но! Вот беда. По какой-то непонятной причине, да, везде у вас проблемы. Смотрите. На учебе проблемы? Да, проблемы в вузе есть. На работе проблемы? Да, проблемы есть. С девушкой проблемы? Ну, как бы, да. Девушка проблемы. Прекает вопрос. Проблемы у кого? У вас? Проблемы во всех сферах? Ну, почти. Почему? Из-за неверно поставленной деятельности, из-за неверно поставленных целей, из-за неверно организованной деятельности, из-за неверно поставленных приоритетов своей деятельности. И здесь, извините, нужно разбираться, почему так, да, из-за чего так происходит. То ли вы неверно себя ставите в отношениях, ну, вообще, с людьми, то вы, может быть, например, берете на себя слишком много. Может такое быть? Вполне. То вы, например, думаете, что только от вас все зависит. Может такое быть? Конечно. Вот. И вопрос. Откуда взялась у вас эта установка? Опять же, как правильно сказала вам Эльвира, что для своей девушки вы не должны быть терапевтом. Терапевт, это вот специалист, хотя бы у нас, да, на ресурсе, вот, там определенная сумма, да, для того, чтобы человек ценил свой, то, что получил, ну, помощь, которую он получил, ценил, вот. И все. Понимаете? Вы не должны быть для девушки терапевтом, потому что вы можете помочь ей, да, там, ну, решить какие-то ее проблемы. Это да, можно. Но вы не можете и, в общем-то, не должны лечить ее. Вы такое ощущение, что лечите. И это является ключевой, опять же, проблемой. То есть, что заставляет вас это делать? Почему появляется апатия? Апатия появляется потому, что везде одни обязанности. На себя времени вообще нет. И получается, что вы не удовлетворены. Именно потому, что вся ваша деятельность, это другие люди. Это не вы. Вас нет. Вы себя потеряли. Вы себе запретили, можно сказать. Вы себе запретили чего-то хотеть. И вот у меня к вам вопрос. Кто запретил вам чего-то хотеть? Кто запрещает, кто говорит, что вы недостойны чего-либо хотеть? Это первое. Второе. Чего этот кто-то хочет? Как бы вы могли это реализовать? Да? Это уже третье. И четвертое. Четвертое. Почему так получилось, что вы решили организовать свою деятельность, свою жизнь таким образом, что, в общем-то, на себя времени нет? Понимаете, что на себя время должно быть в первую очередь. Это то, что определяет вашу ценность для других. Если нет времени для себя, то как вы можете быть ценным? Кому вы будете ценным? Если вы сами, как бы, ну, сами для себя, да, сделать ничего не можете. Ну, это я так, утрирую, конечно, да, но тем не менее. Вот. Поэтому первое, что нужно, это отдалиться. То есть либо с девушкой меньше времени проводить, либо, значит, там, ну, работать, может быть, меньше. Вот. То есть какие-то вот моменты нужно заботиться о себе. Если не получается, то, соответственно, нужно разбираться. Почему так? Почему не получается? Кто не позволяет вам это делать? И вот, значит, чем вы руководствуете. Ну, или, точнее, кем. Вот. Вот и все. Вот так. И обязательно найдите время для себя. И прочувствуйте этот момент. И прочувствуйте, как это. Каково это. Да, вот. Каково это. А, ну, сделать что-то для себя. Вот. Просто прочувствуйте это. Постарайтесь. Вот. Прикручивайтесь к себе и просто вот, как это вообще. Я уверен, что вам понравится. Более чем уверен. Если будет вина, если будет чувство вины, кто вас, 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 вас говорит в этот момент? Кто запрещает вам это делать? Кто и почему? Какие у вас, у самого мысли по этому поводу? Вот мысли какие? Именно мысли. Да? Что они из себя представляют, эти мысли? Чьи? Чьи они? Скорее всего, не ваши. Вы-то хотите отдохнуть? Вы-то устали? Уже. Понимаете? А если не ваши, то чьи? Они же вам вовред, правильно? Вот. Ну, мысли я имею в виду. Вот. А если не ваши, то чьи это мысли? Тогда. Знаете, какая штука? Вот. Вот так. Еще раз, поймите самый главный момент. Да? Самый главный момент. Самый главный момент, он такой. Что вы никому не будете нужны, если вы не будете нужны себе. Никому. Никто вас ценить не будет. ни в девочках, ни на работе, ни на учебе. Никто. Если вы не будете сами себя ценить, сами о себе заботиться сами себя любить. Вот. Понимаете? А вот что для этого нужно, это очень вопрос. Просто подумайте, кого видит девушка рядом с собой. Кого она наблюдает? Вот. Она наблюдает такого вот, уставшего вас. Да? Да? Вот. Вы устали. Вы же ничего не хотите, что вам все надоело. Вы там уже готовы вообще на все. Да? Лишь бы там, я не знаю. Лишь бы от вас отстали. Например. Да? Ну это просто как пример. Но если вы готовы на все, вот девушка и делает все. Ну вы же позволяете? Понимаете? Вот. А как не позволять? Да? Как не позволять? Да? А это вот вопрос именно. Именно о заботе о себе. Личной границе. Ну, кто вам езжает? Она вам звонит, да? Вы ей скажите там, прости, дорогая, вот я там сегодня решил отдохнуть. Например. Или прости, дорогая, там плохо себя чувствует, там прямолетом. Как бы сил нет, да? Вот. Там изменить, побудешь сегодня дома, отлежившись. Допустим. Или там, извини, дорогая, там позвали друзья. Ну, например. Тоже вот так банально. Все банально на самом деле. И это уже плюс. Уже плюс. Девушка без вас побудет. И как-то вот ценить вас, может быть, он лучше начнет, да? И вы без нее побудете. Как-то вот соскучитесь по ней. Ну, а может быть, не соскучитесь, может быть, нет. Но в любом случае, свобода какая-то будет. У вас чувство свободы будет. А пока же ничего этого не происходит, да? Пока же нет свободы, нет чувства свободы у вас. Понимаете? Вот. Свобода это что? Это свобода воли. Воли. То есть, произвольность. Произвольность, как бы, своих действий. Произвольность своего поведения, своих решений. Вот. Проанализируйте, на что вы опираетесь при принятии решений своих. Вот. Чем вы руководствуете? И чем руководствуются другие люди? Вот. Как бы. Вот так. Вот так. Я думаю, именно так можно вам ответить на ваш вопрос. Надеюсь, что помог вам. Если у вас остались дополнительные вопросы, пишите в личку. Буду рад помочь. Если вам понравился мой ответ, буду благодарен, если сделаете его лучшим. Желаю вам всего самого доброго и удачи.